Я вот что хотел узнать. Есть такой вот для меня абсолютно лакмусовая бумажка вопрос. Я решил вам задать сейчас, а не ближе к концу, про ваше отношение, мы прям резко уходим в сторону, в сторону политики, про ваше отношение к Крыму. Мое отношение к Крыму сначала было сугубо по телевизору. Но я просто имела возможность пообщаться с людьми, которые приезжали оттуда. Я считаю, что это какая-то удивительная вещь, связанная с тем, что люди этого захотели сами. Потому что так подтасовать такие выборы и так подтасовать счастье и заставить такое количество пенсионеров и людей с палочками, которые в принципе не могут уходить, прийти и опустить и со слезами на глазах говорить о том, что они счастливы. Говорить в этот момент не про деньги, не про соцпакет, а говорить почему-то слова, которые давно исчезли из лексикона, что мне возвращают родину, что я счастлив, потому что мои деды и отцы. Как-то вдруг в этом есть какая-то толстовщина. Вообще человек должен думать так, как он думает и чувствует. И если он мыслит не так, как мыслит правящая верхушка в данный момент, если он мыслит не так, как мыслит все, то, знаете, ну уж в искусстве точно может быть один человек прав, а сто неправы. Точно так же есть какие-то вещи, когда у человека может быть собственное мнение. Я только против одного. Не надо доводить эту дозу собственного мнения до шовинизма, до каких-то вещей, которые связаны с национализмом и так далее, до превосходных степеней, потому что мера. Вот у Блока есть гениальная статья об иронии, потрясающая совершенно, когда доза иронии сначала, когда человек обладает дозой иронии, она делает его умным, приятным, самая ирония украшает человека. А дальше, когда человек набирает, набирает, это конечно, она начинает быть ржавчиной, и человек разъедает. И он становится гадостью. Вот такой, поэтому дозы. Потому что любое лекарство, любая хорошая вещь, да, если эту дозу не соблюдать, может стать смертоносной. Не, ну понятно, что там ирония в мегадозе, это уже сарказм, это совершенно другое. Просто мне кажется, что если мы говорим про правящую элиту, то там нет одного мнения и вектора. Мне кажется, что там на самом деле разброс представления о прекрасном, он просто пополярный. Нет, мне кажется, что у людей должно быть право на то, что они могут выражать свои мысли вслух, но ни у кого нет права брать автомат и за инакомыслие бить кого-то, уничтожать. Нету такого права. Вы меня очень удивили, на самом деле. Чем же это? Ну, вы знаете, потому что существует представление о том, что умный человек – это человек, который много книжек читал, знает статьи блока. То есть у нас часто эрудированность и образованность путают с интеллектом. Мне всегда казалось, что умный человек, у которого есть думалка, он может вообще не знать там слов аннексия, проблока. Он знает слово «контрибуция». Но при этом уметь, как вы говорите, геополитический контекст учитывать. То есть уметь из того минимума информации, которую мы все получаем, сложить картину мира. И мне всегда почему-то казалось, что представители вашей профессии, как люди зависимые, они… Ну, актеры всегда зависят от кастингов, там, не знаю, потом от воли режиссера, что с ним будет. Это не в уничижительном смысле зависимость, а такая… ну, как у меня тоже, я тоже человек зависимый. Вот. Зависимые люди, они часто сами, того не понимая, подстраиваются под общий вектор в среде. Поэтому вот услышать совершенно здравую мысль от актрисы из актерской династии… То есть вы думали, что я ужас какая дура, а я, казалось, прелесть какая дура. Нет, 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 ну я думал, что вы прям актриса-актриса такая прям вот, а вы просто еще и очень… Ну, вы знаете, на самом деле, доля зависимости, как вашей, так и моей, я думаю, она существует, опять же, здравая. Потому что есть понимание того, что актер не может без режиссера, и есть табель о рангах и субординация. Вот в чем есть наша зависимость. А во всем остальном, если человек становится зависимым и должен подчиняться руслу, то, значит, он либо безвольный, либо бесхарактерный, либо, как сказать, даже не то, что конформист, а как-то… Ну, мне вот жалко таких людей. Они проживают не совсем собственную жизнь. Угу. Согласен с вами. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.